МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делегация от Могилевской области накировалась на Сусветный фестиваль молодей студентов Сочи. Память живая. У городском районе отбылись урочистости с нагодой 74-й годовины битвы под Ленина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14-го Кастрышника у Беларуси святкують День Мати. Лепших представниц гэтой неофицийной, але без перебольшивания самой необходной профессии. Гэтыми днями запрашаюсь на урочистости областного масштабу и маленькие святы. Так, на приему у Могилевске облвыконкам завятали 40 жанчин, 14 з яких отримали з рук керавника в области у Ладзимира Даманевского орден Мати. Урочистый прием зладили и городские улады. Сюрприз чекал запрошенных на святы мам яше у фае городского центра культуры. Голандные кавалеры с кветками под музыку супроводжали жанчин до Белой Залы. Перед пошатком урочистостю их чекал показ мод и веншаванни. Очень трогательный праздник всех мам, очень душевный. Хочется в этот день радоваться до слез. Белая Зала Дома Культуры напауняется гоманам, кветками, усмешками и навод связьми радости. Гэтых жанчин, розных профессий и узростов объеднуло одно. Яны мати, мати з великой литры. Роль мамы недооцениться невозможно. Это замечательный праздник. Для меня, безусловно, это волнение, это радость, это ожидание какого-то небольшого чуда накануне праздника. Мати четырех дятей Лидия Старовойтова, 37 год, отпрацевала на заводе Мякуйбышева. За сумленную працу мая шмат узнагород, отым лику и орден дружбы народов. Просто всего не хочется плакать. От радости всего я счастью. Люблю свой Могилёв и особенно своих друзей, с которыми я всю жизнь проработала. Слово подяки и веншивание от мэра Могилёва, вторжения Совета депутатов, а так само от мастерских коллективов. Ни одна запрошенных жанчин не засталась без подарунка. Наталья Ильинча, Италья Львопсиум, Новинирегионы. До встречи на Могилёвской земле областная молодежная делегация накерувалася на 19-й Сосветный фестиваль молодей студентов Сочи. Наша здимечная группа не зірала за отправкой делегатов. Молодежный гимн «Пожадание словы на дорогу». У складе делегации 21 человек. Профессии разные – от агрария до новоковцев. Тыдень яны проведут у Сочи на Сосветном форуме молодей, які зберут больше за 20 тысяч юнаков и девчат со 150 краин. Делегатов Могилёвчина чекает насыщенная, дискуссийная, культурная, спортивная, навыково-аддукаційная программы. У дельники винулых фестивалях по-доброму заездростять у дельникам селедняга. Молодежь, она всегда практически одинаковая. Это, в общем-то, молодой задор, это общение, это прикливые умы этих людей. Мне хотелось бы пожелать им плодотворной работы. Ну и, естественно, чтобы те впечатления, которые они получат за эту неделю, чтобы они сохранились у них на всю жизнь. У складанник веток до вежного огню на площади славы опошнях велины перед долгой дорогой. Настроение прекрасное. Чувство гордости. Счастье того, что ты будешь присутствовать на таком всемирном мероприятии. И, что тебе выпала великая честь достойно представить нашу страну в область на всемирном фестивале. До встречи в Беларуси! Дарья Семянько, Сергей Карпяков, Миколай Соболев. Новины региона. У склад делегации на Сочинске фестивалю выходить профсоюзный молодежный лидер Станислав Анисимов. Напереды дня отъезда хлопец поделился с нашими корреспондентами, чего чекает от Сосветного молодежного форума. Стасу 22 годы. Селета он скончил в Могилевске Державный университет Харчевання. Активно занимался профсоюзной деятельностью. Еще под час учебы он первый профсоюзный лидер. Представляет интересы студентов в свой альмаматор. Помощи, материальной помощи. Если у них такие иногда случаются ситуации, как с перездачами, например. От помощи, перездачей и в остальном. Ну и, наверное, занятия досугу их студентов. Решать там всякие проблемы, например, даже потом общежитие. Если там что-то есть с заселением, выселением. На Сосветном фестивале молодей студентов у Сочи, кажется, Стас, цикавым будет доведываться, как працует профсоюз из молоди у инших краинах. И самим есть что рассказать на приклад про процелоткование молодых специалистов. Без опыта работы очень трудно куда-то устроиться. Здесь уже большая благодарность нашему государству, что они предоставляют первое рабочее место. Вот можно было бы, наверное, таким поделиться. И вот как у них это проходит, интересно узнать, есть ли у них такое. А еще Стас планует отримать не только шмат цикавой и корыстной информации, але и массу позитивных эмоций. Снежана Крыжевич, Сергей Карпяков, Миколай Соболев. Новины региона. Пять годов позбавления воли с конфискацией майомости и позбавления права займать посады, связанные с администрацией на господачами и организационными функциями. Такий присуд вынес суд Костричинского района Могилева былому, выполняющему обовязки наместника директора Могилевского мясокомбината. Суд признал ей виноватой одразу по двух артыкулах Криминального кодексу. Крадес шляхом злоуживания службовыми полномодствами и присвоения абора страта. Правооховники высветлили, что под выглядом проведения дегустации обвинувачиванная вывозила с предприемства каубасную продукцию, а потом ей выкрадала. По информации следства, только за один день Снежни 2014 года обвинувачиваемая скрала продукции на сумму больше за 100 миллионов неденоминованных рублёв. Агульная сумма Шкоды, яку я нанесла предприемству, оценивается миллиардами. Милиционеры высветлили, что так званая дегустацией она проводила неодноразово протяглый период часу. Согласно приговору, последняя признана виновной в хищении продукции мясокомбината путем злоупотребления своими служебными полномочиями в особо крупном размере и в присвоении имущества предприятия лизом, которому оно уверено, совершённое повторно. Ущерб, причинённый совершёнными преступлениями мясокомбинату, составляет более полутора миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Яны змагались за свободу. В городском районе отбылись урочистости с на годы 74-й годовины битвы под Ленина. 12-го Кастрычника 1943 года тут приняла свой первый бой 1-я польская дивизия имя Тадевуша Костюшки у складе Червоной армии. И хоть пройшло 74-й годы, у падеях тыг дён застаётся шмат белых плямов. Як отзначали удельники с устрэч, задача нащадков не дозволить размалявать их непотребными колерами. У далёким 43-м 1-я польская дивизия имя Тадевуша Костюшки у складе Червоной армии приняла первый бой с гитлеровскими захопниками у посёлку Ленина. Бойцы прорвали моцную оборону немцев и овалодали вышинёй 215-й год. Загинула шмат и польских, и советских войнов. Ещё долго будут высветлять была гэта перемога первой тяне. Але гэта был великий день. Мы сегодня чтим память тех солдат, которые пали тут под Ленину в боях с фашистской Германией, с вермахтом. Я рад, что мы чтим память совместно с белорусскими властями. Можа уже и не засталося живых удельников и светка у той битвы. Але у 43-м польские и советские солдаты выконывали свой обовязок. Гэта напамин сённяшнему покаленью. А спробы расфарбовать гэтую гисторую даремная лечить удельники урочистостя. Яна написана адным колером – червоным. Мы политикой не занимаемся. Мы не смотрим на то, что говорят политики. Мы всегда будем дружиться с народом. И Белоруссия, и Россия нам по дороге. Тому тут и проходят урочистое мероприемство ушанованья загинулших войнов. Малебны для братской могилы, советских солдат и польских, ускладанья вянков и кветок, хвилина маучанья, солдатские ушанованья. Галовная людская память, а яна дарятун живая. Илья Соболев, Сергей Карпяков, Миколай Соболев. Новины региона. На передние свята Покрова про Святой Богородицы у могилю прибывают мощи Блаженной Матроны Московской. Сустреча Каучега отбудется архиерейским чином. Сегодня в 17.00 у Спаса Прабражинским кафедральным собором по улице Габровской. Затым у ладыка Сафронии означали всю сеношную у гонор Покрова Богородицы. Мощи Матроны Московской будут находиться у областном центре до 27 Костричника. Поклониться святыне можно с 8 ранец и до 19.00. Усі новини про життё в області на сайте товармагилёв.байну. А я з вами развітываюся. До сустречу вечерним выпуском. Субтитрувальниця Оля Шор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова